Всем привет! У нас утро понедельника. Ну что, жизнь опять вносит свои коррективы. Видите, я не из тренажерного зала начинаю это видео. В общем, Нил у нас заболел, сын мой. Так что сейчас уже утро, 9 утра, но я скоро его повезу к доктору. И поэтому с утра сегодня не до занятий было спортом. Но я все равно думаю, что я после работы, после того, как закончу, вечером позанимаюсь. Или, по крайней мере, с Рэдом пойдем гулять. То есть такие планы. Но сегодня там все на пресс. То есть я не сильно расстроюсь, если я этот день пропущу. Нет, конечно, надо... Там, в принципе, не очень долго. Вроде бы одно занятие 11 минут, второе 15. Ну, то есть в общей сложности меньше 30 минут. Так что попробую позаниматься вечером. Но пока вот так вот. Так, у нас 12.41. Время пришло покушать. И у меня сегодня доедают два кусочка мяса по-французски. Ну, сыром здесь. С морковкой два яйца и зеленый салатик. Ура-ура, у нас пришла весна. Сегодня 48 градусов по Форенгейту. Мы тут в среду мы шли гулять. И как раз, смотрю, Андрей приехал. Так что он даже не переодеваясь с нами пошел. Путается в этом поводке. Все в нем хорошо, кроме того, что переступает. Так что сегодня тепленько, хорошо. Завтра похолодает на пару градусов. Идем, наслаждаемся пока весной. Не, ну, по идее весна уже наступила. Завтра просто чуть холоднее будет, чем сегодня. И потом опять тепло. Всем привет еще раз. У нас уже 6.51 вечера. Но еще светло, как днем. И у меня время ужина. На ужин сегодня куриные ножки, запеченные в аэрофраере. Брокколи, остатки. И сельдерей. Всем приятного аппетита. Да, наверное, я на этом буду заканчивать. Просто скажу, что я еще думаю, что, наверное, съем ягодок. Ну, посмотрим. Может быть, я этим наемся и не захочу. А по шагам у меня сегодня, так как мы ходили с Рэдом гулять, 7733. В общем, неплохо. Но челлендж свой я не делала. То есть упражнения на пресс у меня сегодня опять в пролете. Завтра, надеюсь, буду... Завтра опять ноги и задница. Так что у меня хорошо прорабатываются ноги и задница. А вот пресс подкачал, подкачал пока что. Ну, посмотрим, как дальше пойдет. Всем доброе утро. Я готовлюсь идти заниматься. У нас 6.30 уже. Так. Сейчас закроем. Одной рукой не получится. Опять не выспалась. Часов пять сна. В общем, это у меня традиционно. Не высыпаться. Никак не получается раньше лет. То одно, то другое. То кино посмотреть. Ну, то к отпуску подготовиться. Вчера поздно сидели. Летом планируется отпуск с кемпером нашим. Так, буду этот цвет зажечь. Чуть выключить. Вот. И мы искали место, где мы будем стоять с кемпером. Ну, в общем, ладно. Это к видео не относится. Сейчас иду заниматься. И, как я уже говорила, сегодня упражнение на ноги и на задницу. Целых почти 40 минут без разминки. То есть плюс разминка, плюс заминка 5 минут. В общем, посмотрим, как моя задница выживет. И мои ноги. Ну, я думаю, что все должно быть нормально. Так. Мои тапочки. Один уже начал кушать, просить. Смотрите, отклеивается. Но этим тапочкам, по-моему, я их в 2011 купила. Или в 2012. Ну, то есть больше 10 лет. Это сейчас я ленюсь. Редко занимаюсь. А тогда я занималась кроссфитом. Носила их чуть ли не каждый день. И то есть они такие хорошие нагрузки выдерживали. Так что долго держатся. В принципе, если тут приклеить еще, туда еще и дольше проживут. Хорошие тапочки. Еще такая мысль пришла. Попросить прощения у всех, у кого эстетический вкус. Потому что я утром обычно такая лохматая. Но я сегодня даже расчесалась. Но все равно, пока не уложишь у меня. Ну, и тем более я после спорта мою голову. Утром я без косметики. Вот как проснулась, глазки протерла. То есть у меня ничего на лице нет. Потому что я не совсем понимаю тех людей, которые красятся, носят макияж, а потом выйдут в спортзал. Задебаются, ты же потеешь. Потом по-любому занимаешься спортом. После этого душ принимаешь, все это смываешь. То есть я вот как просыпаюсь. Это почему я еще... Еще одна причина, почему я люблю утром больше. То есть я утром не люблю заниматься. Ну вот почему утром как бы хорошо-то встал, вот позанимался, если никуда ехать не надо. Дома особенно. Потом накрасился, и все красиво. А если после обеда тебя позанимался, ты в душ сходил. А если потом еще куда-то вечером... Ну, хотя если прямо перед сном, это тоже нормально. В общем, я про то, что не совсем понимаю тех, кто красится, идет там в тренажерный. Даже в тренажерный зал я такая хожу. Мне как бы все равно, я пришла спортом заниматься. Вот, а люди некоторые красятся, доносят полный вакияж, потом занимаются, ну, я не знаю, или не потеют, ну, тогда смысл от таких тренировок. Просто так растяжку сделать можно, да, наверное. Вот, но я же... Я хочу так заниматься, чтобы нормально, чтобы это чувствовалось. Вот, так что вот такая вот я с утра. Так что у кого-то эстетический вкус страдает, уж простите. Вот. Так, ладно, уже 6.38, пора начинать, а то я сегодня долго буду, в смысле, на работу не успею. В общем, да, виду меня еще тут закончила. Только что вот сделала заминку, два этих сета и растяжка в конце. Вот сейчас вот только закончила, сижу тут еще на коврике. В общем, что хочу сказать. Вот сегодняшний день, это день номер 9. Это первый день, который мне не понравился, в том смысле, что, да, упражнения повторяются. Но не в том смысле, что повторяется то, что, ну, как бы целый сет, который я уже делала раньше, там, в первый-второй день. А в том, что она, я не знаю, как программу так продумывать, вот два сета. Первый называется ноги и задница, что-то такое. И второй, типа, для задницы только. Но, честно говоря, первый 20 минут, второй 15 минут. Вот. И они вместе стоят сегодня в один день. И, честно говоря, я думала, что, ну, второй будет чем-то отличаться. Но такое впечатление у меня сложилось, что второй он короче, что это более старый, наверное, так и есть. А первый, это тот же самый, ну, комплекс упражнений, только обновленные, дополненные немножко. То есть, я вот первый сделала, ножки уже устали, задница тоже. Вот. И, начиная вторая, она такая говорит, это только 15 минут, у вас нет никаких оправданий, полностью в это не вложиться. Но, когда она начинает делать те же самые упражнения, даже почти в том же самом порядке, ну, там, с небольшими вариациями, тоже как-то вкладываться особо не хочется по второму кругу. То есть, если ты это заранее знаешь, что у тебя будет повторяться, да, ну, как бы второй сет, второй круг идет, это одно. Когда ты ожидаешь чего-то нового, интересного, а тут то же самое тебе второй раз надо делать, ты уже думаешь, чисто ментально, психологически думаешь, ты уже это закончил упражнение, это их изнимательство над собой, в смысле, больше этого не будет, а тут второй раз. Ну, в общем, иксида, и скучновато немножко получается из-за этого. В общем, вот по этой причине мне не понравилось. То есть, как бы, два почти одинаковых сета упражнений она поставила рядом в один день. Непонятно почему. Ну, в общем, есть что есть. В общем, я их сделала, можно сказать, вторник отзанималась, у нас 7.30. Пойдем выйдем с вами на улицу. У нас сегодня должно быть тепло. Посмотрим. Так, тапочки одели. Что у нас тут? О, месяц. Тепленько. Да, нормально. Жить можно. Мороза уже нет. Ну, градусник, когда я выходила, показывала плюс 4, по-моему. Что, ладно, 7.30. Пойду быстренько в душ. Закалка обязательно. Да, я забываю говорить, наверное, я закалку делаю каждый день. Даже вчера, когда я не занималась, я утром принимала душ и все равно ледяной душ принимала. Добавляет немножко бодрости с утра. Так что продолжаем наш день. Начинаем наш день. Свет уже отключила. Хочу сказать, что вот я полную набирала. Я за занятие утром, ну, сколько тут, 40-50 минут, ее всю выпиваю, воды, и все равно сушняк. Ну, это у меня, моя особенность, связана со щитовидкой, скорее всего. Хотя я и пью таблетки от щитовидки. Ну, в смысле, не хватает гормона. Сушняк у меня часто. Вот. Так, у нас 12.54, пришло время мне покушать. У меня сегодня такой незамысловатый обед. Кислая капусточка с луком и два яйца пожаренные со шпинатом. Вот. Потом, наверное, кофе с печенькой попью. У меня еще есть печеньки. Вот они еще. Мои остатки роскоши. Это то лимонное печенье, которое я пекла. Так, у нас уже 7.15 вечера. Время ужина. Я сегодня вот такой рулет приготовила. Из фарша. Ну, рецепт в интернете нашла. Ну, а внутри капуста. Завернула. Расстелила фарш. Сверху тушеную капусту. Настой лука, морковка и потушена. Ну, а фарш с яйцом. И в капусту тоже яйца еще добавляется. Когда она остынет, тоже после того, как потушится. Перемешивается. В общем, расселается так фарш. Расселается сверху капуста и заворачивается в рулеты. В общем, сейчас будем... А, но потом еще запекается 45 минут. Да, я быстренько рецепт проговариваю. Потом смазывается или сметаной, или майонезом. Я сметаной смазала. Посыпается сверху сыром. И еще на 15 минут по рецепту. Но у нас она стояла еще потом... А сколько, да? Минут 20-25, наверное, в общей сложности. Потому что мы вот разрезали, и оказалось, что она еще внутри чуть-чуть розовенькая. Вот. Так что сейчас будем пробовать. Ну, то, что она вот это вытекло там, в рецепте, который я смотрела, говорится даже, что это нормально. Так что, я думаю, со сметанкой. Ну, еще у нас кислая капуста будет с кислой капустой. Все. Всем приятного аппетита.